Приветствую вас, друзья! Сегодня ночью ВВС Украины в честь Дня войсковой противовоздушной обороны России отправили по направлению временно оккупированного Крыма несколько ракет воздушного базирования Storm Shadow или Scalp. Российское ПВО эти ракеты обнаружило и торжественно провело их взглядом над всей территорией Крыма, вплоть до момента их соприкосновения с корпусом большого десантного корабля Новочеркасск, входившего в состав Черноморского флота России. Беспомощное российское ПВО не могло ничего сделать, кроме как наблюдать за пролетом крылатых ракет над своими головами, так как ракетной атаке предшествовала атака большого количества дронов, которые это ПВО и разрядили. В результате умелых действий украинских воинов мы имеем возможность наблюдать эти красивые кадры с пылающим и детонирующим российским кораблем. Но что могло вызвать такую мощную детонацию и такое яркое пламя? Сам десантный корабль при попадании в него ракеты так бы не пылал. Дело в том, что БДК Новочеркасск задействовался для транспортировки с территории России на территорию временно оккупированного Крыма иранских дронов Камикадзе-Шахед, которые по ночам с Крыма запускались по территории Украины. Наша разведка все это выявила и было принято решение нанести удар именно в тот момент, когда корабль будет полностью забит шахедами, чтобы, как говорится, одним выстрелом завалить сразу двух зайцев. В данном случае уничтожить и сам корабль и большую партию шахедов. Детонация была настолько мощной, что в центральной части Феодосии в зданиях повылетали стекла и рамы. БДК Новочеркасск – это корабль проекта 775, построенный для СССР социалистической Польшей в 1987 году с учетом возможности проведения операций в океане. При этом с 1990 по 2007 год корабль стоял на консервации и только после этого он был введен в активный состав Черноморского флота РФ. Длина корабля 112 метров, ширина 15 метров, экипаж 87 человек. Точно такой же украинский корабль Константин Ольшанский российские войска захватили в Крыму в 2014 году. Первая попытка уничтожить БДК Новочеркасск была 24 марта 2022 года в порту временно оккупированного Бердянска. Тогда корабль получил повреждения, но был восстановлен. Сегодня корабль оккупантов все-таки добили. Командующий воздушными силами ВСУ Николай Алищук в своем телеграм-канале написал, что флота у России становится все меньше. На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота РФ крейсером Москва следует большой десантный корабль Новочеркасск. Спасибо пилотам воздушных сил и всем причастным за филигранную работу, написал Алищук. Утром Министерство обороны РФ признало, что БДК Новочеркасск был поражен, но якобы лишь получил повреждения, чего не скажешь, учитывая фото и видео, которые распространяются в сети.